Зима. Утром открываешь глаза, темно и холодно. И так хочется поспать еще немножко. Но время не ждет. Выйти нужно пораньше, потому что стекла в машине замерзли. Или запотели, как вариант, потому что температура все-таки плюсовая. Так или иначе, а дополнительные 10 минут возни обеспечены. Знакомая ситуация? Как быстро убрать конденсат с автостекол? Об этом и поговорим. На самом деле, самое худшее, что вы можете сделать, это попытаться вытереть стекло руками. Вот так. Мало того, что это не поможет, так еще и появятся разводы. Ехать с ними трудно и неприятно. Чтобы решить проблему, стоит узнать о причинах ее возникновения. Причины запотевания стекол автомобиля бывают разные. В первую очередь, это повышенная влажность в салоне самого автомобиля. Это за счет того, что во время дождя или во время снега попадает в салон влага, либо же на одежде, либо же на нашей обуви. И со временем накапливается. И за счет того, что возникает при работе автомобиля теплый воздух, который позволяет в дальнейшем конденсировать влаги на стекла автомобилей и образовывать запотевание. Еще одной из причин запотевания стекол являются резиновые коврики. Оказывается, они собирают влагу, а потом щедро делятся ею с окружающим пространством, то есть с автосалоном. Поэтому, как ни парадоксально звучит, от резиновых ковриков в холодное время года лучше избавиться. При запотевании заднего стекла нам необходимо включить обогрев заднего стекла и дождаться, пока стекло отпотеет. При запотевании лобового, либо же боковых стекол необходимо включить максимальную подачу теплого воздуха и дождаться, пока стекла отпотеют. Если стекла запотевают очень сильно, это может быть поводом для обращения на СТО. Возможно, есть проблемы в системе вентиляции или пора поменять фильтры салона. Чтобы стекла не запотевали, машину хорошо загонять на ночь в теплое помещение. Но для большинства автолюбителей это что-то из ряда фантастики. Поэтому на осень и зиму стоит запастись микрофиброй и специальным спреем-антизапотевателем. Итак, действуем по уму. Первое, что делаем, садясь в машину, включаем зажигание и обдув стекол. Вот так. Дальше, пока машина греется, мы берем тряпочку из микрофибры, берем специальное средство и начинаем наносить его на стекло. И вот так аккуратненько, аккуратненько проходимся. Да, выходит не слишком быстро. Зато в следующий раз стекла не запотеют так сильно, и сэкономить время все же получится. А еще есть такой народный совет. Для того, чтобы стекла не запотевали, нужно после поездки выровнять температуру в автомобиле и на улице. Для этого на некоторое время нужно открыть все четыре двери. Остается пожелать всем, кто за рулем, ездите с удовольствием. И пусть никакой конденсат на стеклах не испортит вам настроение.